МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Посоветую нашему телезрителю порекомендовать его избраннице заключить брачный договор. Сделать это, по моему мнению, следует. Это целесообразно, разумно. На практике брачный договор способствует укреплению семьи. Он, в принципе, для этого и предназначен. Ведь, заключая брачный договор, граждане пришли к взаимному пониманию, то есть достигли соглашения по различным вопросам. По вопросам об имуществе, по вопросам по содержанию друг друга, по вопросам по содержанию и воспитанию своих детей. То есть они находятся еще в той стадии, когда у них все хорошо. Да, бытует мнение о том, что заключение брачного договора говорит о каком-то недоверии друг другу. На самом деле, я думаю, что это не так. Когда люди брачные договоры заключают, они, наоборот, друг другу доверяют. И, вы знаете, на практике это в дальнейшем позволит избежать каких-то неприятных ситуаций, конфликтов, каких-то сложностей. Потому что, если все-таки возникнет вопрос о разделе имущества либо о каких-то других вопросах, все эти вопросы будут уже урегулированы брачным договором. И тем самым, значит, сведется до минимума, скажем так, вмешательства в жизнь, вопросы жизни семьи и звуне, в том числе судебное вмешательство. Ну, что в первую очередь, наверное, обезопасит, конечно, имущество, но что, мне кажется, немаловажно. И моральное здоровье граждан, да, что тоже очень важно и очень серьезно. Потому что, конечно, судебное разбирательство – это сложно, это недешево, скажем так, и это требует определенных затрат и моральных в первую очередь. А, значит, нотариусы все-таки, да, которые удостоверяют брачные договоры – это внесудебное правосудие. То есть, обращаясь к ним, гражданин получит консультацию по всем вопросам, касающимся брачного договора. То есть, нотариус выслушает, выяснит конкретную ситуацию, которая сложилась между гражданами, посоветует, порекомендует, какие лучшие положения включить в данный брачный договор, применительно к этой ситуации, разъяснит все последствия совершаемого нотариального действия, тем самым поможет составить проект, удостоверить договор, то есть придаст ему юридическую силу. Спасибо, Светлана Александровна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова